Ребята, здравствуйте! Добрый день! Сегодня у нас третья лекция по математическому анализу. Но, как было сказано на прошлой лекции, мы постараемся ввести операции сложения, умножения, сравнения мы уже ввели правила. Три правила, можно их так назвать, сравнения, сложения и умножения для вещественных чисел. И покажем, что они удовлетворяют тем самым 13 свойствам, которые были перечислены раньше для множества рациональных чисел. Давайте прежде всего сформулируем. Я хочу напомнить из материала прошлой лекции, что у нас были доказаны две леммы о приближении вещественных чисел рациональными. И первое из них гласит, что если у нас есть вещественное число, любые вещественные числа а и b, то существует, значит, для любого n существуют такие рациональные числа альфа-1, альфа-2, бета-1 и бета-2, рациональные числа, для которых выполняется условие, я вот раньше его пометила знаком решеточка, для каждого из этих чисел. Альфа-1 не превосходит а, не превосходит альфа-2, бета-1 не превосходит b, не превосходит бета-2. И разность между этими рациональными числами можно сделать меньше, чем единица на 10 в степени n. Ну и аналогично для другого числа. Ну вот мы будем пользоваться такими неравенствами для того, чтобы ввести операции, которые были названы. Итак, сначала дадим определение, что мы будем понимать под суммой, произведением вещественных чисел. Итак, понятие суммы и произведение вещественных чисел обратное вещественное число. обратное вещественное число. Вот мы сейчас займемся выяснением, как вводятся эти операции. определение суммой вещественных чисел а и b называется такое вещественное число, которое мы будем обозначать а плюс b для которого выполняются следующие условия такое что для любых для любых альфа-1, альфа-2, бета-1 и бета-2 удовлетворяющих условиям решеточка, которые здесь написаны верно 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 что альфа-1 плюс бета-1 не превосходит а плюс b и не превосходит альфа-2 плюс бета-2 то есть сумма это такое вещественное число которое будет заключено между такими суммами для любых рациональных чисел удовлетворяющих вот этому условию давайте сразу введем еще определение произведения двух вещественных чисел и затем уже будем доказывать корректность этих определений уже дополнительно следующее определение произведения чисел а и b вещественных таких что они оба больше нуля то есть положительных бесконечных десятичных дробей называется называется такое число а умножить на b будем его обозначать тоже вещественное число для которого верно для которого верны неравенства следующее альфа-1 бета-1 не превосходит а b не превосходит альфа-2 бета-2 для любых альфа-1 альфа-2 бета-1 бета-2 удовлетворяющих вот этим условием удовлетворяющих условием решеточка здесь мы ввели сейчас определение произведения для положительных вещественных чисел для других вещественных чисел не обязательно положительных оно вводится следующим образом положим также положим также произведение двух вещественных чисел для любых я вот здесь добавлю, для любых вещественных чисел А и Б, я подчеркну для любых, уже не обязательно положительных, произведение их положим равным произведению модулей, если А и Б одного знака, то есть либо оба положительные, либо оба отрицательные, и положим его равным минус этому произведению, если А и Б разных знаков, если А и Б имеют разные знаки, разных знаков. Ну давайте еще дадим третье определение, а именно, если вещественное число А не равно нулю, то как определяется обратное к нему число? Еще одно определение. Пусть А не равно нулю и является вещественным числом, произвольным. Обратным к А числом называется число, которое мы будем обозначать единицы, деленные на А, или А в минус первой степени, вещественное число, такое, для которого, для которого выполнены условия. Выполняются условия. Единица, деленная на Альфа-2, меньше равно А в минус первой степени, меньше равно единице на Альфа-1. Для любых Альфа-1, Альфа-2, удовлетворяющих условию решеточка для числа А. Ну и при А больше нуля. А также положим, положим единицы, значит, А в минус первой степени равняется минус, минус, минус единица на модуль А, или минус модуль А в минус первой степени, если А меньше нуля. Вот такое определение для обратного числа. А теперь наша цель, ну, во-первых, когда мы даем определение, возникает два вопроса, и они должны у вас возникнуть. Первый вопрос. А существует ли такое число, про которое мы вот здесь говорим? Такое число, которое удовлетворяет данным условиям. Это относится ко всем трем определениям. А существует ли такая сумма вообще? Существует ли такое произведение? Существует ли такое число, которое мы назовем обратным? Это первый вопрос. И второй вопрос. Допустим, мы доказали, что существует какое-то такое число. Второй вопрос совершенно естественный. А может быть, этих чисел несколько, что тогда из них выбрать? То есть возникает вопрос о единственности. Является ли такое число, которое мы определили, единственным? То есть можно ли исключить здесь какую-то двусмысленность? И вот для того, чтобы, когда мы доказываем, когда мы отвечаем на эти два вопроса, о существовании и о единственности, то говорят, что мы доказываем корректность этих определений. Определение называется какого-нибудь объекта корректным, если доказано, что такой объект существует и что он единственный. И так мы будем доказывать корректность этих определений. Я оставлю на доске вот эти неравенства, они нам пригодятся еще. И доказательство корректности этих определений мы сформулируем в виде трех лемм и докажем эти леммы. Итак, у нас уже было с вами две леммы, поэтому эти леммы будут иметь номера уже 3, 4 и 5. Итак, я сформулирую все три леммы, а потом мы их по очереди будем доказывать. Лемма 3. Сумма двух вещественных чисел существует и единственная. Сумма а плюс б любых вещественных чисел, любых чисел а и б существует. Существует и единственная. Лемма 4. произведение а умножить на б для любых, я здесь позволю себе значок употребить, для любых а и б, принадлежащих множеству вещественных чисел, значит, здесь сумма, здесь произведение, существует и единственная. И единственная. И, наконец, лемма 5. Для любого вещественного числа, которое не равно нулю, существует обратное число. Существует и единственное. Обратное число. А в минус первой степени, ну или его можно записывать, как уже было сказано, единица, деленная на а. Ну вот, собственно говоря, доказательства этих леммы сейчас посвятим оставшуюся часть лекции. Ну, может быть, еще успеем некоторый материал рассмотреть дальнейший. Итак, доказательства леммы 3. Ну, я начну вот здесь его, потом продолжу справа. Доказательства леммы 3. Итак, пусть у нас имеется два произвольных вещественных числа, и для них можно подобрать такие рациональные числа, которые удовлетворяют вот таким условиям для любого. Ну, здесь можно добавить натурального. Для любого натурального n. Итак, по определению суммы мы должны, значит, согласно определению или по определению суммы по определению а плюс б верны неравенства. альфа 1 плюс бета 1 не превосходит а плюс b и не превосходит альфа 2 плюс бета 2 для любых альфа и т и бета и т и равно 1, 2 удовлетворяющих правилу решеточка. Давайте прежде всего займемся вопросом, существует ли такое число. Ну, для все эти числа рациональные у нас, и для рациональных чисел у нас есть 13 свойств этих операций между ними. Поэтому давайте сравним. Ну, во-первых, все эти числа, которые здесь написаны, они вещественные, но, тем не менее, давайте попробуем сравнить два числа, которые стоят слева и справа в этом двойном неравенстве. Заметим, что альфа 1 плюс бета 1 не превосходит альфа 2 плюс бета 1. Откуда это видно? У нас есть неравенство, значит, по транзитивности альфа 1 не превосходит альфа 2. Ну, я это не буду писать, устно объясняю. Значит, вот у нас есть двойное неравенство. Мы берем альфа именно такими. Для вещественных чисел было введено правило сравнения, ну, а рациональные числа тоже являются вещественными, и была доказана транзитивность этого правила сравнения. То есть, если у нас есть двойное неравенство, то альфа 1 в данном случае не превосходит альфа 2. Но если альфа 1 не превосходит альфа 2, и мы добавим к обеим частям этого неравенства одно и то же число бета 1, то неравенство у нас сохранится по одному из свойств арифметики рациональных чисел. Далее. Теперь рассмотрим сравнение вот этой суммы с этой суммой. Значит, она не превосходит альфа 2 плюс бета 2 по аналогичной причине. Бета 1 у нас не превосходит бета 2 в силу вот этого неравенства решеточка. И если мы к обеим частям прибавим альфа 2, то неравенство сохраняется. Итак, поэтому отсюда мы получаем по транзитивности, что альфа 1 плюс бета 1 не превосходит альфа 2 плюс бета 2. Вот первый такой маленький шажок в нашем рассуждении. Ну, теперь давайте зафиксируем какую-нибудь сумму, стоящую справа, и будем подбирать, менять всевозможные числа, которые стоят слева, исходя из этих неравенств. Значит, если мы зафиксируем альфа 2 и бета 2, а альфа 1 и бета 1 будем менять, то у нас получится множество. Вот эти суммы назовем нижними, а эти верхними для удобства рассуждений. Значит, вот это вот нижняя сумма, нижняя сумма, а это верхняя сумма. Ну, в кавычках можно написать это. И здесь тоже. Заметим, что множество всевозможных нижних сумм, множество всевозможных нижних сумм, если мы будем менять их, не выходя, конечно, за пределы этого неравенства, заметим, что оно ограничено сверху. Ограничено сверху. Чем оно ограничено? Что может служить верхней границей? Любая верхняя сумма. Значит, если мы верхнюю сумму зафиксировали, то все нижние суммы, любая из нижних сумм ее не превосходит. Значит, это верхняя граница. Ограничено сверху любой верхней суммой. Верхней суммой. Итак, мы получаем множество, некое, ну, это рациональные числа, но они же и вещественные, множество чисел, ограниченных сверху. А по доказанной нами ранее теореме 1, у этого множества тогда существует супремум. Существует супремум вот этого множества. Конечно, я повторяю, что берутся числа, удовлетворяющие неравенство решеточка. Давайте обозначим его, ну, например, гамма. По свойствам супремума что мы можем с вами написать. Супремум — это верхняя граница такого множества. Значит, тогда мы имеем следующее неравенство. Какую бы нижнюю сумму мы не взяли, любой элемент этого множества не превосходит супремума. Значит, мы имеем неравенство альфа 1 плюс бета 1 не превосходит гамма. Ну, а гамма — это точная верхняя грань. Значит, все остальные верхние грани не меньше, чем эта верхняя грань. А все остальные верхние грани — это как раз вот такие суммы. Значит, получается, что любую из верхних сумм мы можем сюда поставить и получить двойное неравенство. Тогда по свойствам по свойствам супремума вот мы имеем такое двойное неравенство. А что, о чем нам это говорит? Это верно будет для любых, для любых альфа и т и бета и т удовлетворяющим условиям решеточка. Ну, конечно, и равно 1,2. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что число гамма подходит под определение суммы двух чисел а плюс b. Значит, гамма, отсюда следует, что гамма удовлетворяет определению суммы. Таким образом, какое-то число, которое удовлетворяет определению суммы, существует. мы доказали существование суммы. Доказано, доказано существование, существование суммы. Теперь следующий вопрос. Мы должны доказать единственность такой суммы. Вот я сотру уже теперь определения, которые у вас зафиксированы и начало доказательства. Теперь попробуем показать, что такая сумма только одна. Ну, кстати, такие же рассуждения мы могли провести немножечко иначе, я не буду это записывать, но когда мы записали, что любая нижняя сумма не превосходит любой верхней суммы, то могли заметить, что множество всех верхних сумм ограничено снизу. Чем оно ограничено? Любой нижней суммы. Но тогда мы получаем, что множество всех верхних сумм имеет инфимум. Если мы обозначили бы этот инфимум какой-нибудь буквой, ну, например, дельта, то тогда он тоже удовлетворял бы вот такому нерайцу. Мы могли сюда вместо гамма подставить и инфимум верхних сумм. Но мы пока не знаем, будет ли это одно и то же гамма и дельта, которые мы бы могли сюда поставить. Вот следующим этапом мы попробуем доказать, что такая сумма или такие кандидатуры на понятие суммы только в одном числе существует. Докажем единственность. Единственность суммы. Предположим, противная. Вот я уже говорила, что я употребляю иногда такой удобный зачок, две буквы «п». Предположим, противная. Пусть существует два различных числа, ну, скажем, гамма-1 и гамма-2, которые неравны между собой, и каждая из них удовлетворяет вот такому неравенству. Давайте я здесь поставлю значок, ну, например, вот значок бемоль. И гамма-1 и гамма-2 удовлетворяют условию бемоль. То есть каждая из них удовлетворяет определению суммы. Что мы тогда имеем? Тогда каждая нижняя сумма альфа-1 плюс бета-1 не превосходит гамма-1, но гамма-1 меньше, чем гамма-2, а гамма-2, конечно, не превосходит любой верхней суммы. Гамма-1 и гамма-2 — это вещественные числа. Мы пока не знаем их точности, но это вещественные числа. Что мы можем дальше сделать? У нас два вещественных числа, которые отличаются между собой. По лемме-2, доказанной на прошлой лекции, мы знаем, что между ними можно вставить рациональное число, которое будет в строгом неравенстве, с ними. Значит, по лемме-2 существует, я сразу напишу, существует два таких рациональных числа, рациональных числа, что их можно вставить между этими числами гамма-1 и гамма-2. Значит, будет так. Альфа-1 плюс бета-1 не превосходит гамма-1 строго меньше, чем r1, строго меньше, чем r2, строго меньше, чем гамма-2 и не превосходит альфа-2 плюс бета-2. Поясню, как найти такие числа. Рассмотрим числа гамма-1 и гамма-2. По лемме-2 между ними можно вставить одно рациональное число, например, r1, которое будет между ними в строгом неравенстве. Тогда, рассмотрев число r1 и гамма-2 и снова применив лему-2, между ними мы тоже можем вставить опять рациональное число, которое будет в строгом неравенстве. Вот таким образом и получится у нас два рациональных числа. Ну и теперь, что мы можем сказать? Слева, я вот подчеркну, сумма слева, нижняя сумма, вот эти два числа и эти два числа являются рациональными. И между ними находятся строгие неравенства. С рациональными числами мы умеем производить все арифметические действия, поэтому мы можем заметить, да, и пусть, предположим, что, поскольку эти числа у нас различны, что пусть у нас r2 минус r1, это есть некоторое число, тоже рациональное, конечно, которое больше нуля, поскольку они разные. Ну тогда из этих неравенств видим, что если мы вычтем из этой суммы эту, альфа-2 плюс бета-2 минус альфа-1 плюс бета-1, разность будет строго больше, чем расстояние между r2 минус r1, то есть d. и так у нас получается, что для любых, обращаю ваше внимание, для любых рациональных чисел, удовлетворяющих вот этому условию решеточка, должно быть вот такое вот неравенство, если наше предположение верно. Однако вот эту разность можно записать таким образом. Однако альфа-2 плюс бета-2 минус альфа-1 плюс бета-1 мы можем расписать, по-другому сгруппировав слагаемое, альфа-2 минус альфа-1 и плюс бета-2 минус бета-1. По нашим условиям решеточка и по леме-1 мы знаем, что разности между этими числами можно взять как угодно маленькими. Поэтому мы можем взять, взяв разности между этими выражениями, ну, например, давайте возьмем, например, меньше, чем d деленное на 3 и здесь меньше, чем d деленное на 3. Я хочу заметить, что можно всегда подобрать настолько большой показатель n, что вот это число будет меньше наперед заданного числа, например, меньше, чем d деленное на 3. Ну, тогда получается, что вся сумма у нас будет меньше, чем 2 третьих d. Ну, и заведомо меньше, чем d. Получается противоречие. Итак, значит, вот это условие, которое у нас вот здесь возникло, оно противоречит вот тем условиям решеточка, которые были фактически заложены в определении суммы. Итак, мы получили противоречие. Почему мы его получили? Потому что мы предположили, что существует два различных числа, претендующих на звание суммы. Итак, это противоречие. Значит, в чем суть доказательства от противного? Мы предполагаем, что это не так. Вот мы предположили, что сумма не одна, что это не так. И пришли к противоречию. Это доказывает нам что? Что нет, это неверно, что сумма только одна. Итак, мы доказали полностью нашу лему. Лемма 3 доказана. Доказана полностью. Итак, мы доказали, что сумма двух вещественных чисел существует, что она является единственной. Перейдем к доказательству леммы 4. Ну, здесь я уже буду немножко более кратко объяснять. Не так подробно, как лему 3. Доказательства леммы 4. Давайте сначала дадим обоснование, что произведение двух положительных чисел существует и единственное. А остальные там случаи, когда числа разных знаков или оба отрицательны, уже будут следовать из этого. Значит, пусть наши числа, оба, больше нуля. 0 меньше а и 0 меньше b. А и b – вещественные числа. Тогда мы можем, естественно, ограничиться тем, что будем выбирать числа альфа 1. Значит, тогда в неравенстве решеточка можно выбирать числа альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2. Все они, чтобы были все они положительными. Ну вот, собственно говоря, картинка. Вот у нас 0. Вот, допустим, где-то имеется число а, где-то имеется число b. И мы можем всегда числа, которые ограничивают число а и число b, взять тоже положительными. То есть вот здесь где-то будем брать альфа 1, скажем. Здесь где-то альфа 2. Ну, например, здесь бета 1, если можно здесь его брать, можно здесь и с этой стороны бета 2. Это просто некоторая иллюстрация для этих условий. Итак, рассуждая примерно похоже, аналогично тому, как мы делали в лимме 3, мы можем заметить следующее. Поскольку все числа у нас положительные, то мы получаем следующее неравенство. По определению произведения для положительных чисел, значит, наше произведение должно удовлетворять следующим условиям. Произведение альфа 1 на бета 1 не должно превышать произведение наших чисел. Мы пока не знаем, существует ли оно. Вот мы хотим найти такое число. И произведение не должно превышать альфа 2 умножить на бета 2. Что такое произведение, мы пока знаем только по определению. Ну и поэтому попытаемся сравнить вот эти произведения, опять же, исходя из свойств рациональных чисел. Заметим, что альфа 1 бета 1 не превосходит альфа 2 бета 1 по свойствам рациональных чисел. Альфа 1 у нас не превосходит альфа 2 по транзитивности, исходя из свойства решеточка. И если мы обе части умножаем на одно и то же положительное число, то неравенство сохраняется. Следующее неравенство мы получаем тоже таким же образом. У нас есть неравенство между числами бета 1 и бета 2. Вот по транзитивности. Умножая обе части на положительное число альфа 2, мы получаем второе неравенство. Отсюда по транзитивности, опять же, мы имеем вот такое вот неравенство. Альфа 1 бета 1 не превосходит альфа 2 бета 2 по транзитивности. Ну и таким же образом, рассуждая как время 3, зафиксируем числа альфа 2 бета 2. Значит, зафиксируем вот это произведение. Тут тоже можно сказать, что это будет нижнее произведение. А это верхнее произведение. Верхнее произведение. Если мы зафиксируем, ну, например, зафиксируем нижнее произведение, и заметим тогда, что все верхние произведения, множество всех верхних произведений ограничено снизу любым нижним произведением. Значит, множество всех верхних произведений, фигурные скобочки означают, что мы берем всевозможные вот такие произведения, ограничено снизу любым нижним произведением альфа 1 на бета 1. Если множество вещественных чисел ограничено снизу, то мы уже знаем по теореме 1, что у него тогда существует инфимум. Существует инфимум этого множества. Давайте обозначим его, ну, например, дельта. Инфимум такого множества есть дельта. Ну, опять же, по свойствам инфимума мы получаем следующее неравенство, что любое нижнее произведение альфа 1, бета 1 не превосходит, потому что любое нижнее произведение – это нижняя граница для верхних произведений, а нижняя граница, она всегда меньше либо равна, чем точная нижняя граница, поэтому здесь будет неравенство в эту сторону, ну, а инфимум не превосходит любого верхнего произведения. Итак, это число дельта инфимум. Дельта подходит, значит, дельта удовлетворяет определению произведения а на b. Итак, мы доказали существование такого числа. Значит, доказано существование такого произведения. Хотя бы одно такое число существует. Теперь докажем единственность. Докажем единственность произведения. Докажем единственность произведения. Ну, и будем тоже действовать аналогично предыдущей лемии. Предположим, противное. Пусть существует два различных числа, дельта 1 и дельта 2, такие, что дельта 1 меньше, чем дельта 2, и оба удовлетворяют определению произведения. Тогда мы имеем следующее неравенство, что для любых альфа 1 и бета 1 и альфа 2, бета 2 у нас возникают такие вот неравенства. Ну, то есть сюда можно подставить каждое из этих, дельта 1 и дельта 2, поскольку они неравны, получается вот такое условие. Ну, дальше точно так же рассуждая по лемме 2, существуют рациональные числа Ку 1 и Ку 2, которые будут находиться строго между этими числами дельта 1 и дельта 2 и тоже различные между собой. Что будет верно следующее неравенство. Альфа 1, бета 1 не превосходит дельта 1 строго меньше, чем Ку 1, строго меньше, чем Ку 2, строго меньше, чем дельта 2 и не превосходит альфа 2, бета 2. Эти числа различны, и предположим, что между ними разность, это рациональные числа, Ку 1, ну, равняется, допустим, эпсилон, больше нуля. Эпсилон, дельта — это греческие буквы. Мы часто употребляем буквы греческого алфавита. Я попросила бы вас посмотреть где-нибудь в интернете этот алфавит и научиться правильно писать эти буквы. Итак, пусть у нас разность между этими числами есть некое положительное число, но тогда отсюда легко заключить, что разность между любым произведением верхних, любым верхним произведением и любым нижним произведением должна быть больше, чем эпсилон, поскольку эпсилон есть разность между этими точками. Значит, по нашему предположению, что существует две кандидатуры на произведение, возникает вот такое неравенство. Однако, так же, как и в предыдущей леме, мы сейчас покажем, что мы можем так выбрать эти числа альфа и т и бета и т, что получим противоречие с этим условием. Однако, если мы рассмотрим эту разность, альфа 2, бета 2, минус альфа 1, бета 1, то ее можно записать следующим образом. Альфа 2 умножить на бета 2, минус бета 1, и плюс бета 1 умножить на альфа 2, минус альфа 1. Вот таким образом по арифметическим свойствам мы можем расписать. Теперь дальше рассмотрим на числовой оси рассмотрим на числовой оси число или точку точку какую-нибудь, ну, например, M, такое, что M, которое больше сразу двух чисел и А и Б, что А меньше или равно М и Б меньше равно М. Например, такое число М можно выбрать следующим образом. Например, М можно взять равным максимумом из двух чисел наших А и Б ну, и, допустим, прибавить к ним единицу. Мы хотим, чтобы это было число рациональное. Вот я здесь добавлю. Рациональное, но больше сразу двух и А и Б. Ну, на числовой оси это легко из двух чисел А и Б либо они равны, тогда максимум будет равен каждому из них. Если они не равны, то максимум это большее из них. А легко показать, что из двух неравных чисел всегда одно меньше, другое большее. Значит, мы возьмем большее из них и добавим единицу. У нас получится, прошу прощения, мы возьмем целую часть, я так скажу. Давайте я аккуратно запишу. Мы возьмем, чтобы сразу получить рациональное число, мы возьмем целую часть целая часть от максимума для этих двух чисел и плюс единица. Целая часть от этого максимума плюс единица. Я покажу это на иллюстрации. Вот у нас ноль, вот допустим, число А, число Б. Значит, мы возьмем максимальное из этих двух чисел, например, число Б. Б равняется Б нулевое, запятая Б1 и так далее, БН, это бесконечная, может быть, десятичная дробь. Тогда в этом случае, в этом случае число М будет Б нулевое плюс единица. Например, если А меньше Б, а Б у нас вот такое, тогда мы возьмем его целую часть плюс единица. То есть такое число М всегда можно взять. И будем рассматривать, поскольку это число больше и А, и Б, то мы можем считать, можно взять или можно рассматривать Альфа 2 меньше или равного М и Бета 2 тоже меньше или равной М. Значит, вот у нас здесь где-то стоит число М и мы можем Альфа 1, Альфа 2 вот здесь я нарисую картиночку. Ну, Бета 1 может быть и здесь, может быть и, ну, например, вот здесь я нарисую Бета 1. Нас сейчас мало интересует, где находится Бета 1, но Бета 2 мы можем взять всегда между этими числами, причем строго. Мы можем взять и строго меньше, но нам достаточно этого. Ну и тогда давайте вернемся к этому выражению. Вот я обозначу его вот таким диезиком. тогда выражение диез можно оценить следующим образом. Я вот здесь сотру, это уже мы уже смотрели. Значит, если мы делаем предположение, что у нас произведение не единственное, то возникает вот такое неравенство, и мы сейчас хотим прийти к противоречию. Тогда выражение диез имеет вид. Оно имеет вид альфа 2, бета 2 минус альфа 1, бета 1. Оно выражается вот таким образом. Оно не превосходит. Ну вот я смотрю на правую часть. Альфа 2 у нас не превосходит M, и бета 2 тоже не превосходит M, и бета 1 соответственно тоже. И бета 1, и бета, оно не превосходит бета 2, и, конечно, тоже не превосходит M. Поэтому мы можем записать так. M на бета 2 минус бета 1 плюс M на альфа 2 минус альфа 1. Ну и взяв разности между этими вот числами, стоящие в скобочках, достаточно достаточно маленькими, мы покажем, что вот такая разность будет меньше эпсилон. Взяв бета 2 минус бета 1 меньше, чем эпсилон, деленное, ну скажем, на 3M, и альфа 2 минус альфа 1 тоже меньше, чем эпсилон, деленное на 3M. взяв вот такие разности, мы получим, что вот наша разность, я вот заново ее напишу, мы получим, что альфа 2 бета 2 минус альфа 1 бета 1, вот она у нас расписана, вот такому неравенству удовлетворяет, она не будет превосходить, ну, M умноженное на вот это выражение, это будет, ну давайте я распишу, M умножить на эпсилон, деленное на 3M, и плюс еще раз эпсилон, деленное на 3M, получается 2 третьих эпсилон, то есть заведомо меньше эпсилон. Итак, мы получили, что взяв достаточно маленькие вот такие разности, мы получим, что разность наших произведений будет строго меньше эпсилон, что противоречит нашему предположению. Отсюда следует, что произведение положительных чисел единственное, единственное, и наша лемма доказана для положительных чисел, для положительных чисел А и Б. И лемма 4 доказана для А больше нуля и Б больше нуля. Ну, если одно из них, из этих чисел равно нулю, можем заметить, то тогда в качестве альфа-1 и альфа-2 мы уже раньше отмечали, что если число рационально, а 0 это рациональное число, оно записывается как дробь 0 деленное на единицу, значит, если одно из чисел, одно из чисел А и Б равно нулю, равно нулю, то, например, 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 а равно нулю, то можно взять альфа-1 равно альфа-2 и равными нулю. Тогда получается, что отсюда сразу же следует просто из определения, что тогда произведение таких чисел 0 умноженное на Б равняется нулю. Ну, а для чисел отрицательных или чисел разного знака, значит, далее по определению по определению произведения оно оно определено оно существует и единственно существует и единственно для любых для любых А и Б вещественных чисел. Значит, мы рассмотрели ситуацию, когда два числа положительные доказали полностью, что существует и единственное произведение, рассмотрели случай, когда одно из чисел равно нулю, ну а для отрицательных или чисел разных знаков это следует из определения. Перейдем к доказательству леммы 5. Значит, наша лемма полностью доказана. лемма 4 полностью доказана. Перейдем к доказательству леммы 5. Перейдем к доказательству леммы 5. Пусть у нас А больше нуля. Покажем, что существует к нему обратное число и оно единственное. Тогда будем рассматривать числа альфа 1 и альфа 2 рациональные, которые удовлетворяют правилу решеточка. Тогда, если альфа 1 не превосходит А, не превосходит альфа 2, то мы можем считать, что все эти числа тоже положительны. Потому что между нулем и числом А мы можем выбрать всегда рациональное число. Итак, отсюда следует сразу же неравенство для обратных рационалов. Поскольку они не нулевые альфа 1 и альфа 2, то к ним существуют обратные рациональные числа и будет верно такое неравенство, для которого который у нас присутствует в определении. Единицы на альфа 2 не превосходит А в минус первой степени. Вот мы по определению можем так записать альфа 1. Почему такое число существует? Существует ли оно и является ли оно единственным? Опять же заметим, что из этих аналогичных соображений мы можем получить по транзитивности что поскольку у нас имеется вот такое неравенство альфа 1. Значит, так как альфа 1 не превосходит альфа 2, то отсюда следует, что единица, деленная на альфа 2, не превосходит единица, деленная на альфа 1. Опять же, замечаем, что всевозможные верхние обратные числа. Я буду называть их верхние числа. А это нижние числа. Вот это нижние числа. Множество всех нижних чисел ограничено сверху любым верхним числом. Значит, множество всевозможных нижних чисел ограничено сверху любым верхним числом вида единицы на альфа 1. Единица получше напишу. Единица на альфа 1. Отсюда следует, что существует супремум таких чисел, и он как раз удовлетворяет определению обратного числа. Отсюда следует, что существует супремум всевозможных таких вот этого множества, всевозможных вот таких обратных чисел. Обозначим его какой-нибудь буквой, ну, например, S. И очевидно, что тогда S удовлетворяет условию единицы на альфа 2 не превосходит S и не превосходит единицы на альфа 1. Для любых альфа 1 и альфа 2 из нашего вот этого неравенства. Ну, вот я возьму какую-нибудь здесь звездочку поставлю. Для любых альфа 1 и альфа 2 удовлетворяющих условию звездочка. Значит, вот мы тем самым доказываем существование такого обратного элемента. S удовлетворяет определению а в минус 1. Покажем, что такое число единственное. Значит, покажем единственность единственность а в минус 1. Ну, снова предположим противное. Предположим, что таких чисел хотя бы 2 и они различны и придем к противоречию. Предположим, что таких чисел 2 и придем к противоречию. Предположим, противное. Пусть существуют S1 и S2 такие числа, что выполняются условия 1 на альфа 2 не превосходит S1 меньше чем S2 и не превосходит единицы на альфа 1. S1 и S2 это вещественные числа. По нашему предположению, это какие-то вещественные числа, но тогда существуют обязательно между ними такие рациональные числа, мы обозначим их, пусть, допустим, теми же буквами, что раньше, R1 и R2 такие рациональные числа, что единица на альфа 2 не превосходит S1 меньше, чем R1 меньше, чем R2 меньше, чем S2 и не превосходит единица на альфа 1. и пусть R2 минус R1 равняется какое-нибудь положительное число, скажем, S больше 0. Рациональные числа, значит, это тоже рациональное число. Но тогда отсюда немедленно следует, что если мы вычтем из единицы деленной на альфа 1 единицу деленной на альфа 2, то это должно быть больше, чем S. Это должно быть больше, чем S. Ну, теперь заметим следующее, что когда мы с вами выбирали альфа 1 и альфа 2, вот у нас число А, мы выбирали их положительными. И всегда можно считать, что мы взяли число альфа 1 и альфа 2 больше какого-нибудь числа стоящего, ну, число T возьмем. Значит, можно брать или выбирать числа альфа 1 и альфа 2, так что T будет не превосходить альфа 1, ну, естественно, альфа 2. альфа Ну, и тогда давайте посмотрим, что у нас получится. Если эту разность немножечко преобразовать, то мы получим альфа 2 минус альфа 1 и здесь произведение альфа 1 на альфа 2. Поскольку каждое из этих чисел больше либо равно T, и они стоят в знаменателе, значит эта дробь будет меньше либо равна чем альфа 2 минус альфа 1 деленное на T в квадрате. И теперь достаточно взять вот эту разность настолько маленькой, чтобы это число получилось у нас меньше с, то мы придем к противоречию. Значит тогда взяв альфа 2 минус альфа 1 меньше чем скажем C T в квадрате зеленое на 2 мы получаем получаем что единица на альфа 1 минус единица на альфа 2 будет меньше равно следующего выражения она меньше равна вот этого выражения и получаем здесь C T в квадрате на 2 и деленное на T в квадрате T в квадрате естественно у нас сократится мы получаем C деленное на 2 что конечно меньше C вот мы пришли к противоречию с условием что это должно быть больше C если мы предположим что обратных чисел 2 различных и так лимма 5 тоже полностью доказано для положительного числа и так значит для положительного числа а лимма 5 доказано ну а для отрицательных чисел это следует уже из определения значит и так спасибо и так значит что мы получили мы доказали доказано лимма 5 полностью для положительного числа для отрицательного числа значит если а меньше нуля то по определению по определению а в минус первой степени это будет минус модуль а в минус первой степени значит у нас для числа мы находим его обратно и берем просто симметричную точку на числовой оси это будет как раз обратное к противоположному к противоположному числу ну вот собственно мы ввели три таких правила правила сложения умножения и правила перехода от ненулевого вещественного числа к его обратному числу и теперь наша цель доказать что введенные нами правила то есть операции включая также правила сравнения вещественных чисел что они удовлетворяют 13 свойствам таким же которые были перечислены для рациональных чисел я восстановлю сейчас эти 13 свойств формулировок но уже для вещественных чисел и мы постараемся также их обосновать значит теперь ну можно это сформулировать тоже в виде теоремы теорема 2 у нас была теорема 1 о существовании супремума и инфимума а теперь мы рассмотрим теорему 2 теорема 2 введенные введенные правила сложения умножения в сравнении вещественных чисел удовлетворяют следующим 13 свойствам или имеют лучше написать имеют следующие имеют 13 основных свойств первое свойство транзитивность сравнения значит для любых для любых вещественных чисел а а b и c чтобы каждый раз это не писать я напишу сразу значит выполняется следующее условие если а не превосходит b и одновременно b не превосходит c отсюда следует что а не превосходит c это можете записать называется транзитивность сравнения мы об этом уже говорили далее рассмотрим свойства суммы коммутативность сложения ассоциативность сложения следующее четвертое свойство существует число 0 такое что если а прибавить 0 получится а для любого числа а и пятое свойство что у нас для любого а для любого а существует минус а такое что если мы сложим получается число 0 следующее несколько свойств характеризует операцию умножения а умножить на b это все равно что b умножить на а ассоциативность умножения а на b на c следующее свойство существует единица в нашем множестве вещественных чисел причем умножение на единицу не меняет исходного числа и наконец для любого а не равного нулю как мы только что доказывали существует число а в минус первой и умножение а на а в минус первой дает единицу десятое свойство десятое свойство дистрибутивность если мы умножаем а на сумму двух чисел то это будет сумма вот таких произведений одиннадцатое свойство если а меньше равно b и любое c берем то тогда а плюс c меньше равно чем b плюс c двенадцатое свойство если а меньше ну давайте мы строго меньше возьмем здесь потому что когда они равны то это очень легко вытекает а вот самая суть этого свойства для случая когда строго меньше если а меньше b и любое c больше нуля здесь подчеркиваю не любое а только больше нуля то тогда мы имеем что а а c меньше чем bc ну и конечно тринадцатое свойство аксиома архимеда для любого числа а вещественного существует натуральное число n но но множество натуральных чисел такое что а меньше ну меньше равно можно написать это не принципиально меньше равно n значит вот такая теорема возникает давайте ее докажем доказывается на самом деле она совсем несложна поэтому доказательство не будет длинным приступим по пунктам к доказательству этой теоремы давайте я начну вот здесь доказательство теоремы 2 теоремы 2 ну во-первых первое свойство было доказано уже раньше доказано раньше на предыдущей лекции рассмотрим второе свойство что такое сумма двух чисел а плюс б это такое число что для любых альфа 1 альфа 2 бета 1 бета 2 удовлетворяющих условию решеточка которая была на доске записана для этой суммы у нас выполняется условия альфа 1 плюс бета 1 не превосходит а плюс б и не превосходит альфа 2 плюс бета 2 теперь посмотрим а что такое сумма б плюс а а это такое число для которого аналогичное условие выполняется для следующих сумм бета 1 альфа 1 плюс альфа 1 не превосходит а здесь не превосходит бета 2 плюс альфа 2 что мы можем заметить в этих двух двойных неравенствах а заметим мы следующее что слева и справа стоят у нас рациональные числа вот эти суммы и свойств рациональных чисел мы знаем что эти суммы совпадают эти суммы совпадают то же самое здесь поэтому получается что вот сумма а плюс б и б плюс а снизу и сверху ограничена одними и теми же числами а поскольку такая сумма единственна то отсюда и возникает из условия излемы 3 излемы 3 отсюда следует что а плюс б равняется б плюс а поскольку они ограничены одними и теми же суммами слева и справа ну дальше что я хочу сказать вот свойства 3 докажутся совершенно так же давайте мы напишем какими суммами ограничена вот эта двойная сумма слева будет стоять у нас альфа 1 и плюс в скобочках бета 1 плюс гамма 1 а справа похожая сумма альфа 1 альфа 2 плюс бета 2 в скобочках и плюс гамма 2 но поскольку для рациональных чисел есть свойства ассоциативности то эти суммы также совпадают поэтому в силу определения сумм будут совпадать и эти суммы дальше я несколько слов скажу сейчас устно а потом запишу комментарий четвертое свойство для числа 0 числа бета 1 и бета 2 которые его окружают в условии решеточка могут быть взяты равными нулю просто поэтому если мы рассматриваем ну я напишу очень коротко свойство четвертое значит свойство 3 давайте так я запишу аналогично я прошу вас его доказать самостоятельно аналогично свойство 2 полностью свойство 4 для числа 0 мы можем выбрать числа 0 мы можем выбрать в качестве альфа бета 1 там оно стоит на втором месте бета 1 и бета 2 просто само число 0 потому что для рационального числа вот эти окружающие его рациональные числа можно взять просто равными ему и поэтому когда мы будем рассматривать суммы значит а плюс 0 у нас будет окружено следующими суммами альфа 1 плюс 0 отсюда следует а здесь будет стоять альфа 2 плюс 0 но это будет альфа 1 а это просто альфа 2 поэтому видим что эта сумма она окружена теми же самыми рациональными числами которыми окружено окружено в условии решеточка само число а а поскольку сумма единственная то само число а вполне подходит под определение этой суммы отсюда следует что а плюс 0 равняется а в силу единственности определения суммы свойство 5 доказывается совершенно таким же образом значит комментарий здесь такой что если мы для числа а выбрали рациональные числа альфа 1 и альфа 2 то в частности для числа минуса мы можем взять числа минус альфа 1 и минус альфа 2 и когда мы их сложим то слева и справа получится у нас отрицательное и положительное число но я все же запишу это чтобы было более понятно значит пятое свойство альфа 1 не превосходит а не превосходит альфа 2 тогда если мы поменяем знаки минус альфа 2 не превосходит минус а и не превосходит минус альфа 1 и если мы сложим если мы да ну и конечно альфа 1 меньше равно альфа 2 поэтому если мы будем рассматривать разность альфа 2 минус альфа 1 то это число не отрицательное ну а обратное число противоположное число будет положительным Поэтому если мы сложим а плюс минус а, то слева будет стоять альфа-1 минус альфа-2, а это число является меньше или равным нулю. А справа будет стоять число у нас альфа-2 минус альфа-1, а это больше равно нуля. Спрашивается, если у нас здесь стоит число неположительное, а здесь неотрицательное, то какое число подходит по определению суммы? Сюда подходит ноль. Значит, тогда ноль подходит для определения этой суммы, для суммы а плюс минус а. А в силу единственности суммы он и будет равен этой сумме. Если мы нашли хотя бы одно число, которое подходит по всем признакам по определению суммы, значит, оно и будет суммой, потому что других не может быть. Отсюда следует, что а плюс минус а равняется нулю. Это пятое свойство. Точно так же доказывается, как свойство второе, третье, четвертое, точно так же доказываются свойства 6, 7 и 8. Я не буду на них... и 9 тоже, я не буду на них останавливаться. Значит, свойства 6 и до свойства 9 доказать самостоятельно. Прошу вас доказать самостоятельно аналогично, аналогично свойствам 2, 3, 4, 5. Итак, мы уже дошли до девятого свойства. Десятое свойство доказывается тоже по свойствам рациональных чисел. Ну, могу расписать немножечко его более подробно. Тоже совсем просто. Итак, десятое свойство. Если мы рассмотрим ограничения для А, В и С, значит, α1 не превосходит А, не превосходит α2, β1 не превосходит β2, и γ1 не превосходит С, не превосходит γ2. Вот мы рассматриваем рациональные числа, α, β, γ, конечно, то тогда А умножить на β2 плюс γ2 у нас ограничено снизу и сверху следующими числами. α1 умножить на β1 плюс γ1, а здесь стоит α2 умножить на β2 плюс γ2. Если мы рассмотрим А умножить на С, вот то, что стоит здесь с правой стороны, то эта сумма ограничена следующими выражениями. α1 β1 плюс α1 γ1 с левой стороны. А с правой стороны α2 β2 плюс α2 γ2. Заметим, что эти числа все рациональные, и по свойствам рациональных чисел мы имеем здесь равенство, потому что для рациональных чисел есть свойство дистрибутивности. Поэтому мы видим, что это выражение и это выражение ограничены слева и справа одними и теми же множествами рациональных чисел. И поэтому в силу единственности этих операций отсюда следует свойство 10, что и требовалось доказать. Свойство 13 совсем просто доказывается. Давайте я сначала его упомяну, а потом мы перейдем к доказательству свойств 11 и 12. Итак, свойство 13. Аксиома Архимеда. Аксиома Архимеда. Аксиома Архимеда. Любое вещественное число мы можем сверху ограничить каким-то натуральным числом. Ну, например, пусть если любое вещественное число мы возьмем, пусть оно представляет собой плюс или минус А нулевое, А1 и так далее, АН и так далее. Ну, если мы возьмем его целую часть и, во-первых, возьмем сначала модуль этого числа. Модуль этого числа это будет А нулевое, А1 и так далее, АН и так далее. То есть уберем знак минус, если оно было отрицательным. Если оно было положительным, то оно останется само собой. Ну, и тогда возьмем число Н, например, равным целой части этого числа и плюс единица. У нас получится натуральное число. Поскольку целая часть может быть либо ноль, либо какое-то натуральное число, если мы прибавляем единицу, то это число заведомо будет никак не меньше вот этого модуля. Отсюда мы получаем, что А меньше равно модуль А, оно не превышает вот этого числа Н. Ну, вот, собственно, все доказано. Осталось нам рассмотреть одиннадцатое и двенадцатое свойства. Итак, свойства 11. Пусть у нас А меньше В и С – произвольное число вещественное. АВ, конечно, тоже вещественное число, и С – произвольное вещественное число. Поскольку А меньше В, то по лимме 2 можно вставить между этими числами два рациональных числа, находящиеся в строгом неравенстве. То существуют такие, ну, скажем, гамма 1 и гамма 2 – рациональные числа, что А меньше, чем гамма 1, меньше, чем гамма 2 и меньше В. Значит, это по лимме 2. И тогда мы можем выбирать, можно выбрать, или можно взять, короче, будет записать. Можно взять альфа 1 не превосходит А, не превосходит альфа 2. И мы можем выбрать их так, чтобы альфа 2, поскольку здесь числа вот такие вставлены, ну, скажем, не превосходит гамма 1, меньше гамма 2, не превосходит бета 1, меньше равно В, не превосходит бета 2. То есть я хочу сказать, что в силу лиммы 2 мы можем вставить здесь два числа, и благодаря этому мы можем считать, что альфа 2 и бета 1 находятся вот в таком строгом неравенстве. То есть мы имеем вот такое неравенство. Альфа 1 не превосходит А, не превосходит альфа 2, строго меньше, чем бета 1 и так далее. Для числа С у нас имеются, так ищут пусть, ну, например, Ку 1 не превосходит С, не превосходит Ку 2, где Ку 1 и Ку 2 – это тоже рациональные числа. Для того, чтобы показать, что А плюс С меньше равно, чем Б плюс С, мы сейчас вспомним определение суммы и напишем, какими рациональными числами или суммами их окружены вот эти суммы. Тогда для А плюс С мы имеем альфа 1 плюс Ку 1 не превосходит А плюс С, не превосходит альфа 2 плюс Ку 2, а для суммы Б плюс С мы имеем здесь вот что. то мы имеем бета 1 плюс Ку 1, а с этой стороны бета 2 плюс Ку 2. И вот, значит, у нас получается вот что. Если мы докажем, что можно так подобрать вот эти числа, чтобы между ними было вот такое вот неравенство, то тогда по транзитивности А плюс С будет меньше, чем Б плюс С. Значит, для доказательства достаточно подобрать, достаточно так выбрать, так выбрать все эти числа, альфа ИТ, бета ИТ и Ку ИТ и равно 1, 2, чтобы у нас альфа 2 плюс Ку 2 было меньше, чем бета 1 плюс Ку 1. Ну, поскольку будем считать, что мы уже выбрали альфа 2 и бета 1, альфа 2 и бета 1 уже выбраны, значит, пусть альфа 2 и бета 1 уже выбраны, выбраны, и поскольку у нас альфа 2 меньше, чем бета 1, вот здесь неравенство это было выписано, и бета 1 минус альфа 2, ну, есть, например, какое-то число Д больше нуля. Тогда что мы можем сказать? Для того, чтобы это неравенство было выполнено, оно эквивалентно у нас чему? Нам нужно, чтобы Ку 2 минус Ку 1, перенесем сюда, было меньше, чем бета 1 минус альфа 2. Вот что получается. А поскольку у нас эти числа уже выбраны, и между ними вот такое вот есть неравенство, то достаточно взять Ку 2 минус Ку 1 меньше Д. И мы получим как раз то, что нам нужно. Итак, 11-е свойство доказано. Свойство 11 доказано. А мы можем выбрать эту разность, естественно, как угодно маленькой. Поэтому достаточно взять ее меньше Д, и все в порядке. Свойство 12 – последнее свойство из 13 свойств, которые мы рассматриваем. Итак, здесь у нас С больше 0. Поэтому, значит, в свойстве 12 у нас С больше 0. Отсюда мы можем считать, что у нас и гамма 1, допустим, не превосходит С, не превосходит гамма 2. И вот эти вот числа гамма и Т тоже больше 0. И равняется 1, 2. Значит, мы можем окружить его рациональными числами. Гамма и Т принадлежат, конечно, множеству рациональных чисел, и они оба тоже больше 0. Ну, опять, поскольку А меньше Б, то мы можем выбрать, значит, аналогично, аналогично, аналогично свойству 11. Мы можем записать такие неравенства. Альфа 1 не превосходит А, не превосходит альфа 2. Строго меньше, чем бета 1, который не превосходит Б, не превосходит бета 2. Ну, и вот у нас есть положительные числа, окружающие С. Тогда давайте рассмотрим вот эти произведения. Ну, мы сейчас будем считать для простоты, что у нас все числа положительные. Значит, предположим, предположим, что А больше 0, Б больше 0, и все альфа и Т и бета и Т тоже больше 0. Потому что для чисел разных знаков дальше все будет вытекать из определений. Предположим, что все наши числа больше 0. Ну, тогда у нас произведение АС. Оно окружено альфа 1, гамма 1 с левой стороны, справа альфа 2, гамма 2. Произведение БС окружено слева бета 1, гамма 1, а справа бета 2, гамма 2. Ну, и вот опять же, как в свойстве 11, нам нужно так подобрать, так подобрать вот эти числа, гамма 2 и гамма 1, чтобы выполнялось вот такое неравенство. И тогда будет все доказано. Ну, вот, то есть нам нужно, значит, достаточно подобрать, достаточно подобрать, подобрать гамма 1 и гамма 2 так, чтобы бета 1, гамма 1 было больше, чем, ну, или наоборот, я напишу, чтобы альфа 2, гамма 2 было меньше, чем бета 1, гамма 1. Ну, мы можем, то есть, иначе говоря, мы хотим, чтобы разности, значит, чтобы разность их была больше нуля. Значит, бета 1, гамма 1, минус альфа 2, гамма 2, она больше нуля. Вот эту разность немножечко преобразуем. Преобразуем немножечко эту разность. Значит, вот что у нас получится. Бета 1. Сейчас я немножечко преобразую. Так, бета 1 умножить на гамма 2 минус гамма 1, и тогда это будет минус бета 1 минус гамма 2, я так запишу здесь, гамма 2. Значит, мы добавили вот это слагаемое, бета 1, гамма 2. Значит, мы должны его вычесть. Гамма 2 здесь будет бета 1, ну и, конечно, минус альфа 2. Сейчас, прошу прощения. Здесь у нас бета 1 больше, чем альфа 2. А ну, я лучше не так запишу. Вот по-другому немножечко. Я напишу так, гамма 1 умножить на бета 1 минус альфа 2 и плюс, значит, здесь мы вычли гамма 1, умноженное на альфа 2. Нужно его добавить. Значит, будет здесь у нас минус минус альфа 2, умноженное на гамма 2, минус гамма 1. Значит, вот это мы расписали, вот это равенство. Я его повторю здесь. Бета 1 гамма 1 минус альфа 2 гамма 2 равняется. Вот, собственно, наша слагаемая здесь единичка. Наша слагаемая, вот оно присутствует. Мы вычли гамма 1 альфа 2 и мы добавили гамма 1 альфа 2. Вот здесь два знака минуса, вычли это. Все правильно. И нам нужно, чтобы это выражение было больше нуля. А значит, я хочу отсюда выразить вот эту скобочку. Отсюда следует, ну и это фактически эквивалентно, что мы хотим взять гамма 2 минус гамма 1 меньше, чем гамма 1, деленное на альфа 2, и умножить на бета 1 минус альфа 2. Вот эта величина у нас уже зафиксирована. Поскольку у нас было а меньше b, то мы уже выбрали заранее вот эти два числа, бета 1 и альфа 2, так, чтобы между ними разность положительна. Ну и достаточно подобрать вот такие вот гамма 1 и гамма 2, чтобы выполнялось это неравенство. Ну, здесь можно поступить по-разному. Ну, например, как можно их выбрать? Можно это неравенство немножко усилить. Ну, например, мы можем взять какое-нибудь число, значит, рассмотрим. Ну, это уже не обязательно, но я хочу просто более подробно пояснить. Значит, у нас с было положительным числом, поэтому все эти числа положительные. Вот у нас имеется ноль, вот здесь имеется где-то с, вот гамма 1 и вот гамма 2. Мы можем выбрать какое-нибудь число, которое, например, гамма большое, которое выбрано так, что гамма 1 больше него. И для числа А, которое у нас зафиксировано было, мы можем выбрать для числа А, давайте я отдельно нарисую здесь вот, число А у нас тоже положительное, здесь вот ноль, мы можем выбрать таким образом какое-то число М, которое больше этого А. и мы можем, ну, рациональное число, конечно, гамма тоже мы можем взять рациональным числом по лемме, между нулем и гамма 1, всегда можно вставить такое число. И тогда мы можем, например, задать такое условие. Если, или достаточно взять, значит, тогда достаточно взять гамма 2 минус гамма 1 меньше, чем такое выражение гамма большое, деленное на М и умноженное на бета 1 минус альфа 2. А оно, в свою очередь, будет, ну, здесь можно меньше равно взять, здесь тоже можно взять меньше равно, вот так. Тогда вот это выражение, гамма у нас не превосходит гамма 1, а М, наоборот, больше равно, чем А. Поэтому эта дробь у нас не будет превосходить как раз той дроби, которая здесь написана. Гамма 1 на альфа 2 и на бета 1 минус альфа 2. Таким образом, если мы зафиксируем два числа, то уже гамма 2 и гамма 1 выбирать легко. Мы вот по этим заданным числам можем выбрать гамма 1 и гамма 2 с такой вот маленькой разницей. Ну, фактически, отсюда все и вытекает. Мы доказали это условие, это свойство для положительных чисел, ну, а для чисел, у которых разные знаки, или, значит, там все вытекает из определения. Ну, вот, собственно, все. 12-е свойство доказано. Доказано. Ну, брали, конечно, здесь частные случаи, когда А и Б больше нуля. Ну, значит, у нас произведение этих чисел здесь не участвует. Но если мы, если одно число из них, давайте я все-таки чуть-чуть прокомментирую. Если одно из чисел А и Б меньше нуля, а другое больше нуля, то поскольку С у нас положительно, значит, еще добавляю немножко комментарий к доказательству. Небольшой комментарий. Комментарий к доказательству к доказательству свойства 12. Значит, если одно из чисел, значит, А и Б разных знаков, разных знаков, то тогда АС и БС тоже разных знаков. Допустим, если А меньше Б, значит, если А отрицательное, а Б положительно, тогда вот это произведение будет отрицательное, а это положительное. И, очевидно, будет тоже выполняться это равенство. Если одно из этих чисел равно нулю, то соответствующее произведение на С тоже будет равно нулю, ну и тоже все будет протекать. Значит, отсюда во всех случаях во всех случаях 12-е свойство верно. Вот, собственно, маленький комментарий. Ну и так, мы закончили построение арифметики вещественных чисел. На следующей лекции мы зададим такой себе вопрос и постараемся на него ответить. Как сравнить арифметику рациональных чисел и арифметику вещественных чисел? Эквивалентны они в каком-то смысле? И можно ли арифметику вещественных чисел сделать еще более широкой, еще расширить множество чисел, на которых будет такая же арифметика? Или это невозможно? Вот эти вопросы будут на следующей лекции. Спасибо за внимание. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok